Здравствуйте, уважаемые слушатели! Еще раз представлюсь, меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей кваликационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о возможностях применения техники старителлинг в педагогической практике. Информация, представленная мною, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных учреждений, а также родителям. И наш вебинар, я хотела бы начать со слов Майка Тернера, изменяя истории, которые мы рассказываем, мы изменяем нашу жизнь. Реформы в сфере образования и модернизации современного общества учат педагогов совершенствовать свои знания, при пересматривать взгляды и искать новые формы, приемы, технологии при организации образовательного процесса с детьми. Засилие гаджетов, отсутствие живого речевого общения, отсутствие свободного времени у родителей приводит к дефициту речевого общения с детьми. Как результат, негативное влияние на эмоциональное состояние детей, неуверенность в себе, безволие, склонность к жестокости. И одной из задач педагога – это выбрать оптимальные методы и формы организации работы с детьми. Инновационные педагогические технологии, которые направлены на развитие личности ребенка. Принципиально важно, чтобы педагогическая технология определяла позицию ребенка по отношению к взрослому. Мы вместе. Представим такую ситуацию. Алеша тянет руку, так нерешительно, спокойно, не выкрикивая с места. Я понимаю, что ребенок хочет ответить. Это случается довольно редко. Я приглашаю его к доске. На доске картина «Дроздовые. Зимние забавы». По ней мы составляем рассказ. Алеша выходит, берет указку. Мы ждем его рассказа, а он молчит. Алеша, начинай. Что ты видишь на картинке? Пытаюсь его раскрепостить, вступить с ним в диалог, помочь ему. А в ответ два-три коротких слова. Мальчик идет на свое место. Выходит, Лиза. Она на картинке многое видит, как едут с горки санки, слышит веселый смех детей и даже чувствует, как пахнет пирожками в том далеком домике. Но как же нам быть с Алешей? Он явно хотел ответить, но не смог. У мальчика небольшой словарный запас. Возможно, в этом причина стеснения в ответе. Но он не закрывается, он готов общаться. Просто ему необходимо немного помочь. Думаю, что у всех группах есть дети, которые на занятиях по развитию речи менее активны, чем основная масса. Сколько всего же надо учесть, развивая речь? Это индивидуализация образования, субъектная позиция, деятельностный метод. Как за всем этим услышать каждого ребенка? Я в своей практике использую интерактивные формы деятельности с дошкольниками. Особое внимание, на мой взгляд, заслуживает та деятельность, где дети могут в игровой форме общаться друг с другом. Так как именно в таком общении они раскрываются полностью. Одной из новых форм организации образовательной деятельности, которая охватывает образовательные области, познавательное и речевое развитие, является техника стритейлинг. Стритейлинг или рассказывание истории – это искусство увлекательного рассказа. Это вариант неформального обучения с использованием любого сюжетно связанного повествования. В русском языке этому термину имеется весьма хороший синоним – сказительство, подразумевая под собой исполнение сказаний. Искусство увлекательного рассказа. Стритейлинг был изобретен и успешно опробован на личном опыте Дэвидом Армстронгом, главой международной компании Армстронг Интернешнл. Разрабатывая свой метод, Дэвид Армстронг учел известный психологический фактор. История более выразительная, увлекательная, интересная и легче ассоциируется с личным опытом, чем правила или директива. Они лучше запоминаются, им придают больше значения, и их влияние на поведение людей гораздо сильнее. Давайте с вами проведем небольшой эксперимент. Как вам будет интереснее узнать о появлении сэндвича? Итак, первый вариант. Сэндвич – это английская разновидность бутерброда. Состоит из двух и более ломтиков хлеба или булки, и одного или нескольких слоев мясной начинки, или любой другой. Оксфордский словарь датирует первое употребление термина «сэндвича» по отношению к еде в 1762 году. Или второй вариант. Известный британский политик, аристократ Джон Монтегю, четвертый граф в сэндвич, очень любил проводить время за карточными играми. Однажды во время очередной игры в Крибидж, которая продолжалась уже несколько часов, он не нашел времени перекусить и приказал слуге принести ему еду между двумя ломтиками хлеба. Его друзьям очень понравился вариант приема пищи без отрыва от игры. И они тоже захотели и заказали себе хлеб по-сэндвичски. Что же мы с вами видим? Конечно, первый вариант более похож на серьезное объяснение, чем второй. Однако, через пару дней, если вас попросить вспомнить определение, скорее всего, это не удастся. А прочитав историю, описанную во втором варианте, вы наверняка запомните ее. И, может, не каждый раз, но будете вспоминать графа, когда будете готовить себе сэндвичи. А если бы она была представлена в виде сухой выдержки из Википедии или скучной презентации, никаких эмоций и тем более запоминающегося эффекта вы бы не испытали. Вы замечали, как внимательно дети слушают педагога, когда он рассказывает им сказку, и как быстро они начинают отвлекаться, если он читает ее в книге. Что привлекает их в первом случае? Дети больше любят и лучше запоминают импровизированные истории, чем заученные тексты. Чтобы научиться правильно и интересно рассказывать, эффективно использовать это умение в работе. Предлагаю вам познакомиться более подробно с методом сторителлинга. Сторителлинг – это педагогическая техника, выстроена в применении истории с конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. Теперь стрителлинг перестал быть загадочным словом? Стал понятнее, верно? А если так, то давайте посмотрим, какие формы принимает стрителлинг в нашей жизни и зачем важно владеть этой техникой. Итак, стрителлинг используется в короткометре. Короткометражные фильмы, а также киножурналы «Фитиль» и «Ярлаш» отлично демонстрируют стрителлинг действия. Для меня эти короткометражки не только отдых для мозга, это еще и отличный учебный материал. Стрителлинг применяется в журналистике. Все истории успеха и провала компании строятся на основе структуры стрителлинга. Стрителлинг также использует журналы о путешествиях, рассказывая вам о новых и интересных местах для следующего путешествия. Стрителлинг используется в копирайтинге. А вообще, что такое копирайтинг? Это написание текста с целью рекламы или других форм маркетинга. Это тексты, которые стимулируют рост продаж или популяризируют товар, компанию, услугу, человека или идею. Любой оборот, который начинается со слов «представьте себе» или «вспомните», является попыткой ввести читателя в мир, который копирайтер создает для того, чтобы упростить продажу товара или услуги. Чаще всего стрителлинг в копирайтинге работает тогда, когда используются автоматические серии рассылок. Причем большая часть писем не должна носить продающий характер. Итак, стрителлинг используется в рекламе. Здесь нам с вами сразу вспоминается серия рекламных роликов «Всемирная история. Банк Империал», снятых с 1992 по 1997 годы Тимуром Бекмамбетовым для «Банка Империал». Тимур Бекмамбетов стал, наверное, первым сценаристом и режиссером, кто применил стрителлинг в отечественной рекламе. Хорошо известны всем, кто пережил перестройку в осознанном возрасте, ролики «Банк Империал». Они достойны просмотра и пересмотра. Стрителлинг используется в спорте. Тема преодоления себя, тема побед и поражений, сильные и яркие характеры – все это проявляется в спорте, в высокой концентрации, и стрителлинг отлично здесь работает. Посмотрите захватывающий ролик о двух спортсменах, трех минутах их жизни, их карьера и истории их соперничества. Стрителлинг используется в продажах. Помните продавцов всякой всячины на улицах, в электричках, в поездах, которые продавали все, начиная от шариковых ручек, вплоть даже до утюгов, миксеров и скроварок? Одним из секретов их продаж было подержать вещь в руках, чтобы человек представил, что он уже владеет этой вещью. Таким же образом продавались и дорогущие таймшеры. Перед людьми в буквальном смысле слова воспроизводили картины их будущего отдыха, после чего они с легкостью отдавали свои семейные накопления. Стрителлинг используется в выступлениях. Хорошая презентация – это всегда история. Как правило, эта история не о выступающем и не о продукте или услуге, о которых идет речь. Главный герой публичного выступления – сам слушатель. Именно он должен занимать центральное место героя в рассказе выступающего. Думаете, это невозможно? Тогда посмотрите презентацию о Микаде, социального психолога, который изучает язык тела движений. Она не просто говорит со сцены, она общается с людьми. Стрителлинг используется в педагогике. Применение этой техники позволяет разговорить ребенка. Цель старителлинга в образовательной деятельности – захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в течение всей истории. Вызвать симпатию герою, донести основную мысль истории. Задача старителлинга в педагогике – это обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто и зачем создал эти правила, систематизировать и донести информацию. Обосновать право каждого быть особенным, не похожим на других. Наглядно мотивировать поступки героев. Сформировать желание общаться. Преимущество использования техники старителлинга с детьми дошкольного возраста. Что же здесь можем отметить? Старителлинг – это отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в любое время. Следующая техника старителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы представляют собой большой интерес, а также развивают фантазию, логику, повышают культурное образование. Старителлинг способствует лучшей переработке внешней информации, обогащает устную речь детей, усиливает их культурное самосознание, помогает запомнить материал, развивает грамотность. Старителлинг можно успешно использовать в проектной и совместной деятельности детей. Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются с ними надолго. Старителлинг – это замечательный метод преподнесения любого материала. Использование техники старителлинг в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья способствует успешной адаптации их в коллективе сверстников. Использование старителлинг объединяет родителей и детей. Присутствие родителей на занятиях и активное включение их в воспитательно-образовательный процесс помогает им решать вопросы взаимопонимания и воспитания детей. Рассказывание истории раскрепощает застенчивых, делает робких смелыми, молчаливых, разговорчивыми и повышает настроение. Потому что сочинять истории – это не только полезно, но еще и очень увлекательно. Технику старителлинг можно применять как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях, где каждая лексическая тема может раскрываться историей в картинках. Старителлинг может использоваться тогда, когда педагог сам рассказывает детям различные истории. Но и сами дети также могут поступать в роли рассказчика. Итак, какие же виды старителлинга можно использовать с дошкольниками? Это классический, активный и цифровой. В классическом старителлинге реальная ситуация из жизни или вымышленная история рассказывается самим педагогам. Дети только слушают и воспринимают информацию. Например, для детей раннего возраста рассказать знакомое произведение детям при помощи данного метода, за основу взяв сказку Сутеева «Кто сказал мяу?». Дети, а вы знаете, кто говорит мяу? Здесь мы ждем ответа. Какие вы молодцы знаете, а я вот не знала. Но однажды я открыла книжку и нашла там интересную историю. И сейчас я хочу вам ее рассказать. Дальше рассказ педагога сопровождается показом изображений, либо показ слайдов с иллюстрацией сказки. Хорошо использовать дидактическую игру потешки на кубе. На гранях куба изображены яркие красочные иллюстрации к потешкам. Каждая грань соответствует одной из потешек. Бросая куб, дети вместе с педагогом рассматривают верхнюю выпавшую сторону куба и рассказывают соответствующую потешку. Впоследствии дети могут самостоятельно играть в куб, рассказывая друг другу потешки или сочиняя по картинкам свои истории. В активном старителлинге педагогам задается основа события, формируются ее проблемы, цели и задачи. Слушатели стремительно вовлекаются в процесс формирования и пересказа истории. Как я уже говорила, в истории должен быть интересный герой. Это может быть кто или что хотите, хоть даже обычный карандаш, если вам нужно научить детей им пользоваться. Важно, чтобы у этого героя были чувства, чтобы ребенок мог ему сопереживать, а также чтобы герой не был оторван от ситуации. То есть он не существует сам по себе, а живет в каком-то мире. Как бы это могло выглядеть? Педагог делает видение. Допустим, к нам на занятия сегодня пришел тот же карандаш. Откуда он к нам пришел? Как он выглядит? Что он чувствует? Мне кажется, он грустит. Как вы думаете? Почему? А каким он был раньше? А раньше что он чувствовал? Что мы с вами можем сделать, чтобы он перестал грустить? То есть педагог создал основу, а далее своими вопросами побуждает детей к созданию истории. Цифровой сторителлинг – это формат сторителлинг, в котором рассказывание истории дополняется визуальными компонентами. Здесь сложные слова пойдут. Видео, скрайбинг, инфографика, майндмэп. Давайте с вами разберемся, что они обозначают. Итак, скрайбинг – это набрасывать эскизы или рисунки. Инфографика – по-другому мнемотехника. Объединяет визуальные элементы и тексты. И основная цель инфографики – это информирование. И майндмэп – это интеллектуальные карты. О них я расскажу чуть-чуть попозже. Давайте с вами остановимся на более подробных видах сторителлинга, которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Стрителлинг на основе реальных ситуаций. В качестве примера применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид стрителлинга применяется в тех случаях, когда над правильным решением преобладает понимание какой-либо проблемы. Мы стремимся обучить детей, как вести себя в конкретных обстоятельствах или как применять навыки и знания, а не заучивать факты. Данный вид стрителлинга является хорошим инструментом сплочения детского коллектива, так как его можно использовать с целью групповых обсуждений и обмена мнениями. Следующий вид – это стрителлинг на основе повествования. Здесь вымышленный или реальный рассказчик предоставляет требующуюся информацию. Данный метод используется для повышения интереса детей к теме. Следующий вид – это стрителлинг на основе сценария. Ребенок становится частью истории и достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает. Метод хорошо подходит для нечасто слушающихся или небезопасных ситуаций. Или когда педагог хочет, чтобы дети применяли ранее приобретенные знания и опыт. Использование сценариев добавляет смысла знаниям детей и помогает применять их в реальном мире. И четвертый вид – это стрителлинг на основе проблемных ситуаций. Это способ решения проблемы с наилучшими результатами. Этот метод помогает развивать навыки решения проблемных ситуаций и применять знания на практике. При создании истории важно соблюдать следующие моменты. Необходимо учитывать возрастные особенности, в том числе интеллектуальный, эмоциональный, физический и духовный уровень развития. В истории должен быть определенный персонаж или герой. У каждого из них должны быть особенные черты характера, которые будут отображаться в изложенных событиях. Основной персонаж непременно должен вызывать симпатию. История должна вызывать чувство эмпатии представленным персонажем, представляя себя на его месте. Можно использовать открытые вопросы в адрес детей, которые привлекают детей к участию в рассказанной истории. Добавлять эмоциональный фон к фактам. И нельзя выпускать из виду чувство юмора. Оно может помочь разрешить любые проблемы. Как и у каждой игры, в стрителлинге есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. Сначала выбираем историю, учитывая детский интерес, тематику. Договариваемся, о ком будет история. То есть выбираем главного героя. А также выбираем жанр рассказа. Фантастика, детектив или смешная история. Американские специалисты Чип и Дэн Хис выделили несколько принципов хороших историй. Это простота, неожиданность, конкретность. Персонажи истории должны быть знакомы и понятны дошкольникам. И реалистичность. Самая лучшая история не понравится и не запомнится, если дети в нее не поверят. В структуру техники стрителлинг входят следующие элементы. Это вступление. Оно должно быть коротким. В ситуацию и знакомиться с героем. Например, варианты вступления. Когда-то давным-давно. Садитесь поближе, я вам расскажу. Однажды. В некотором царстве, в некотором государстве. Жили-были. Это произошло темной и дождливой ночью. Наш герой понятия не имел, что его ждет. Следующее – это развитие событий. Здесь выявляются сюжетные направления и нравы персонажей. Эта часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или в конфликт, о котором рассказывается вступление. Герой погружается в ситуацию, которая не становится разрешенной. А наоборот, становится все напряженнее. Далее у нас кульминация. Именно здесь и происходит накал всех страстей. В этой части герой выходит чемпионом. Ну или нет. Это тот момент, где находятся все ответы на вопросы. Появляется решение, поставленные проблемы. Тайна раскрыта. И заключение. Заключение должно быть кратким. Оно подытоживает рассказ одним предложением. Как в басне «Мораль». Как я отмечала ранее, начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент. Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир. Визуальный контент – это вся визуальная информация, которая сопровождает текст. Фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее. Например, рисовательная визуальная история. Это, пожалуй, классический вариант. Картинки, схемы нарисованы заранее рукой художника. Либо изображаются параллельно со звучащим текстом и предстают перед аудиторией. В нашем случае перед детьми. Здесь очень хорошо использовать в работе песок. Можно использовать аппликационную визуальную историю. На лист бумаги или любой другой фон в кадре выкладываются или наклеиваются готовые изображения, соответствующие звучащему тексту. Может использоваться магнитная визуальная история. Она похожа на аппликационную. Единственное различие – это готовые изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску. Можно использовать фламеллиграфную визуальную историю. Используется старый добрый забытый фламеллиграф. И это уже у нас почти театр. Хорошо подходит для экранизации сказок и других историй для детей. Для того, чтобы научиться составлять истории, необходим хороший словарный запас. Для обогащения словарного запаса, развития воображения, памяти помогают такие игры, как незаконченные предложения и ассоциации. В игре незаконченное предложение. Взрослый говорит предложение, а ребенок договаривает недостающее слово. Зимой метель что делает? Метет. Ночью ветер в трубах воет, завывает. И снеговые тучи снежинки что делают? Падают, летят, кружатся. В лесу зимой голодный волк что делает? Воет и так далее. Принцип игры ассоциации прост и понятен. Один участник называет любое слово или показывает карточку, предмет. Другой игрок предлагает в ответ свое слово ассоциацию. То, что пришло ему на ум сразу после услышанного или увиденного. Уровень сложности без труда регулируется в зависимости от возраста игроков и их способностей. В цепочке ассоциаций слов может быть много. Автобус, толкучка, утро, поездка. Начинать игру нужно по очереди, по кругу. Для младшего возраста я использую такие средства старительного, как игрушки из киндер сюрпризов, игры что внутри, кубики истории. Кубики истории – это уникальная настольная игра пособия, жанра стритейлинг, развивающая фантазию и речь. Задачи этого пособия – активизация основных движений артикуляционного аппарата, закрепление поставленных звуков изолированного в слогах, словосочетаниях, предложениях, связанной речи, развитие навыков звукового анализа, уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи ребенка, развитие коммуникативности, успешности в общении и повышение эмоциональной сферы дошкольников. Эту фантастическую игру StoryCube по-русски кубики истории придумали несколько лет назад в Европе и навсегда влюбились в нее. Она интересна как взрослым, так и детям. 9 кубиков, 54 картинки погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это захватывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного возраста, полой профессии придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую вечеринку в настоящий праздник воображения. Оригинальные кубики StoryCube сейчас можно заказать через интернет. Но для детей они сложные, так как на кубиках изображены лишь символы и знаки. Для наших детей нужны яркие, понятные картинки. Взяв за идею оригинальную версию игры, можно сделать свои кубики истории. Затрат больших не потребуется, а игра получится интересная и эффективная. И использоваться может в любом месте и в любое время. Итак, игра начинается. Ребенок достает из волшебного мешочка кубик, бросает его, и в зависимости от выпавшего изображения, начинает рассказывать своим друзьям невероятную историю. Затем следующий игрок достает и бросает кубик, и продолжает историю, не теряя нить рассказа. Например, задается тема рассказа. Жил-был гном. Выпадает изображение дерева. Около его дома росло дерево. Выпадает солнышко. Над домиком его светит солнышко. И так далее. Таким образом, плавно переходят от одной картинки к другой, и сочиняют необычные, смешные, а иногда и грустные истории. Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала составлять истории можно по очереди. Итак, первый кубик бросает ребенок, а следующий педагог. И так далее. Таким образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. Дети довольно быстро учатся. Уже после двух-трех игр могут свободно составить рассказ, историю, понимая, как интерпретировать и связать картинки в сюжетную линию, как начинать и заканчивать повествование. Еще один из часто применяемых методов – это использование карт Пропа. Владимир Яковлевич Проп был русским ученым, филологом, фольклористом. И основные его труды были посвящены структуре и происхождению волшебной сказки. То есть сейчас мы будем говорить про историю и сказку одновременно. А это даже скорее уже про сочинительство. Так, в структуре он выделил набор постоянных элементов или функций. Чуть позже Джани Радаре сократил число функций до 20. Итак, какие-то функции. Запрет или предписание, нарушение, вредительство, отъезд героя, задача, встреча с дарителем, волшебные дары, появление героя, сверхъестественные свойства антигероя, борьба, победа, возвращение домой, прибытие домой, ложный герой, трудные испытания, ликвидация беды, узнавание героя, изобличение ложного героя, наказание ложного героя, свадьба или счастливый конец. В принципе, для работы с детьми дошкольного возраста достаточно 8 карт. Используя карты пропа, можно научить детей видеть структуру сказки, что в дальнейшем облегчит усвоение материала и будет способствовать запоминанию. В последующем же на основании карт ребенок от воспроизведения переходит к творчеству, то есть к сочинению. Работа с картами пропа проходит в несколько этапов. На первом этапе знакомим детей с жанром литературного произведения сказкой. Выявляем ее отличия от других жанров и вычленяем структуру сказки. Присказка, зачин, то есть приглашение в сказку, настраивает слушателей на особый лад, переносив в сказочный мир. Ее цель – подготовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать. За далекими полями, за глубокими морями, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были. Далее, повествование насыщено событиями и так называемыми сказочными формулами, речевыми клише, ритмическими присловиями, которые характеризуют разные действия и описание персонажей. «Сделался такой молодец, не вздумать, не взгадать, не пером описать». «Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом» и так далее. «Избушка, и концовка. Концовка, как и присказка, ограничивает сказку от реальной жизни и возвращает к реальной действительности. «Устроили пир на весь мир, и я там был, мед сладкий пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот вам сказка, а мне в бубликах связка». На втором этапе проводятся подготовительные игры, цель которых – познакомить со сказочными функциями. Какие же можно использовать подготовительные игры? Например, «Чудеса в решете». В этой игре дети определяют, как и с помощью чего осуществляются превращения, волшебство, волшебное слово, палочка и другие предметы и их действия. Игра «Кто на свете всех злее?» Выявление злых и коварных сказочных героев, описание их внешнего облика, характера, образа жизни, привычек, жилища. Таким же образом анализируются и положительные герои. Следующая игра «Заветные слова». Это попытка вычленить самые действенные, значимые слова в сказке. Волшебные слова, сказочные приговоры, раскаяние ложного героя. Игра «Что в дороге пригодится?» Это скатерть-самобранка, сапоги-скороход, аленький цветочек, меч-кладенец и так далее. И можно придумать новые предметы-помощники. Следующая игра «Что общего?» Это сравнительный анализ различных сказок с точки зрения сходства и различия между ними. Теремок и рукавичка. Мороз Иванович и госпожа Метелица. Игра «Волшебные имена». Здесь идет выяснение причин, почему дали именно такое имя герою. Золушка, Баба-яга, Красная шапочка и так далее. Игра «Хороший и плохой». Это выявление положительных и отрицательных черт характера героев, их действий. И далее следующий этап. Это знакомство детей с картами пропа. Здесь у нас идет чтение и сопровождение чтения выкладыванием карт пропа. Какова же последовательность знакомства с картами? Первое. Изготовление карт. Карты, используемые в начале работы, должны быть выполнены в сюжетной манере и красочно. В дальнейшем уже пользуются картами с довольно схематичным изображением каждой функции, смысл которой был бы понятен детям. Или вместе с ними говорить о каждом изображении. Далее идет воспроизведение знакомой сказки, дифференциация, то есть посмысловые части и соотношение с определенной функцией. Далее у нас совместный поиск и нахождение обозначенных функций в новых сказках. На протяжении одного занятия используются от трех до пяти карт. Далее самостоятельный поиск функций в детьми на материале знакомых, а затем уже новых сказок. Затем целостное освоение сказочных функций. Используется весь комплект карт. Потом мы уже приступаем к сочинению сказок. Сначала у нас идет коллективное сочинение. И используется ограниченное количество набор карт. Постепенно добавляем уже по три-четыре карты. И в итоге работа с индивидуальным набором карт. В начале детям можно предлагать готовое название сказки. Говорит только место действия и количество персонажей. А вот как вы обозначите ту или иную функцию и каким символом, совсем не важно. Главное, чтобы ребенок понимал, что есть запрет. Например, если запрет обозначается перечеркнутый круг или замок на двери, или как в знаках дорожного движения, въезд запрещен, то это надо запомнить. Или знак даритель, волшебный дар. Можно волшебной палочкой обозначить. Можно как коробка с подарком. Это уже как вы решите. По мере накопления опыта можно предложить задания или игры. Выставить карты по ходу сюжета. Найти знакомые карты только в только что прочитанной сказке. Найти ошибку в расположении карт по сюжету сказки. Определить отсутствие знакомой карты. Отделить лишнюю карту. Следующий этап это пересказ с опорой на карты. И последний это сочинение на основе карт. Для этого отбираются 5-6 карт. Придумывается главный герой. Оговаривается кто или что будет мешать герою. Какие волшебные средства будут у героя. Какой будет зачин и концовка. Извините. Какие сказочные слова будут в сказке. И придумать название сказки. Какие творческие приемы можно использовать в работе со сказкой. Это знакомые герои в новых обстоятельствах. Калаш из сказок. Сказка от считалки. Считалка разучивается наизусть. Обыгрывается несколько раз в подвижных играх. Затем предлагается загадочное начало, идущее от ее содержания. Например, считалка. Катилось яблоко мимо сада. Мимо сада, мимо града. Кто поднимет, тот и выйдет. И начало сказки. Но яблоко было волшебное. Добрых людей оно превращало в, а злых в и так далее. Сказка от фразеологизмов. Например, фразеологизм крокодилово слезы. Начало сказки. Каждое утро капризный мальчик лил крокодилово слезы. Это всем ужасно надоело. И так далее. Следующий прием это перевирание сказки. Или знакомая сказка по-новому. Герои наделяются противоположными чертами характера. Педагог. Злая волшебница заколдовала Золушку и ее сестер. Теперь и Золушка злая, грубая, ленивая. А ее сестры добрые, тудрельбивые девочки. Как вернуть прежнюю Золушку и оставить добрыми сестер? Можно использовать прием сказка от загадки. Например, ни окон, ни дверей полна горница людей. Сказка от задачки. В этом качестве лучше использовать шуточные или стихотворные задачки. Задачка. Купила мама 10 яиц и несла их в корзине. Одно упало. Одно, одно. Десять раз слов. Сколько яиц осталось? Начало сказки. Все 9 яиц разбились. А одно нет. Когда мама взяла его в руки, оно почему-то задвигалось. И далее. Следующий прием это сказка от фантастических явлений. Представь, что ты можешь уменьшиться до размеров муравья. Какое бы у тебя было любимое занятие? Чего бы ты опасался? Захотел бы ты стать прежним? А теперь давайте сочиним сказку про муравья мальчика. Еще один прием это изменение ситуации в знакомых сказках. Педагог вместе с детьми договаривается, что можно изменить в знакомой сказке. Золушка убегает принцем, потеряла не башмачок, а что-то другое. Что потеряла она и как принц нашел ее по этому предмету или вещице? Дальше. Следующий прием. Сказка продолжается. Здесь задается вопрос. Что было после окончания сказки? Репку вытащили. А как ее делили? Кто мешал при этом? Как поделили? Еще один прием это беном фантазии. Необходимо взять за основу два объекта, которые трудно объединить в сказочном сюжете. Например, пара слон и ручка. Начало сказки. Однажды слон решил написать письмо своему другу-жирафу Гуньке, но писать он не умел. Прием сериалов сказки. Нужно взять за основу любимые сказки и составлять им множество серий. Например, сказка «Золушка». Первая серия – традиционная сказка. Вторая серия – «Золушка становится великаном». Третья серия – «Золушка-невидимка». Четвертая серия – «Как жили дальше мачеха и дочери». Следующий прием – это сказки от превращений. Я превращаюсь в кота. И начало сказки. Скучно мне стало жить у хозяйки. И я пошел на улицу. Следующий прием – сказки от одного слова. Например, слово «мальчик». Начало сказки. Жил и был на свете мальчик, который… И далее. Сказки с новым концом. Три медведя. Новый конец. Маша подружилась с медведями. Репка. Новый конец. Вытянули не репку, а клад. Сказка середины. Детям предлагается начало и конец сказки. Задача – сочинить середину. Однажды дети пошли в лес. Вдруг они увидели. Теперь он – самый лучший друг ребят. Сказки про самого себя. Дети любят слушать, что же случилось или могло случиться с ними и их близкими. И так далее. Результаты работы с картами пропа – это умение определять жанр произведения, запоминать последовательность событий, выделять основное содержание сказки, выстраивать схему содержания, опираясь на карты пропа. Уверенно манипулировать картами и чувствовать красоту и образность родного языка. Другим способом научиться сочинительству, но уже истории, а не сказок, служит методиком составления рассказов по картине и серии сюжетных картинок. Всем вам уже знакомое. Сюжеты и количество изображений подбираются, исходя из возраста и уровня развития детей. Этот способ сочинительства проще, чем по картам пропа, так как персонажа и ситуацию не нужно придумывать. Это уже сделал автор изображений. Но сочиняя таким образом, все равно есть некая вариативность истории. Ведь каждый ребенок наделяет персонажа качествами, чувствами, переживаниями и по-своему интерпретирует изображения. Здесь может быть несколько вариантов работы. Первый вариант – картинки могут быть пронумерованы. Второй вариант – могут быть и не пронумерованы. Третий вариант – работа в парах, где дети работают по очереди. Можно предложить детям придумать историю о чем-либо, что видят вокруг себя. Например, про мяч, стол, лист березы за окном и даже веник. Моим детям очень нравится играть в игру, которая называется «Карта истории». Для этого нужно нарисовать тропинку на длинных обоях и наклеить по бокам распечатки со сценами сказки или ее персонажами. Еще можно расставить игрушки. Ребенок идет по тропинке и рассказывает, что видит. Либо разложить на полу в произвольном порядке картинки со сценами и персонажами. Ребенок должен найти нужную сценку и рассказать ее. Следующий прием – это конверт доска. С английского переводится как «преобразовывать». Плоскостное изображение с помощью пластилина и дерева плиты на определенную тему. В процессе совместной работы с детьми или при объяснении материала педагог может изменять содержание, дополнять изображения на доске различными элементами или удалять их с помощью стеки. И, как я вам уже обещала, расскажу про mindmap или по-другому они называются интеллект-карты, если по-русски. Этот метод был предложен и разработан Тони Бьюзеном, британским психологом, автором методики запоминания и творчества. В работе с дошкольниками использовать метод интеллект-карт предложен Акименко, доцентом кафедры педагогики и предметных методик для развития речи дошкольников. Интеллектуальные карты имеют разные названия. Это как интеллект-карта, карта ума, карта разума, карта памяти, ментальная карта и также вы можете встретить и другие названия. С помощью карт памяти у дошкольников развиваются творческие и речевые способности. Это инновационный и уникальный метод запоминания информации. Интеллект-карта – это графический способ представления информации на большом листе бумаги. При составлении мыслительной карты задействованы оба полушария мозга. Это одна из особенностей методики. Константин Дмитрий Чушинский писал, Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам. Он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 20 таких слов с картинками и он усвоит на лито. Результативность технологии интеллект-карты заключается в наглядности. Мысли изображены на бумаге в виде рисунков, аппликаций, предметов. Заключается в привлекательности. Карта должна быть красивая, яркая, интересная. Заключается в запоминаемости, так как информация представлена в образе и словесной форме. Карта легко запоминается. Заключается в творчестве. Это поиск различных ассоциаций. Заключается в возможности дополнения. Пересмотр карты через некоторое время помогает запомнить лучше информацию, дополнить ее новыми идеями. В педагогической практике можно применять интеллект-карты следующим образом. Первое направление – это сбор материала. Второе направление – закрепление и обобщение материала. Третье направление – развитие связной речи, составление рассказов. Чтобы понять смысл составления интеллект-карт, достаточно представить такую схему дерева. В середине ствол – главная идея. Далее идут толстые ветки, затем тонкие. При составлении карты по закреплению материала по изученной теме с детьми последовательность занятий должна быть выстроена в порядке возрастающей сложности. Можно применять следующий порядок работы с применением карт. Лист располагается горизонтально. Обозначается тема, выделяется в центре. Используем фотографии, надпись яркими карандашами. От центра расходятся цветные ветви. Это мысли, ассоциации детей. Придумывание существительных, связанных с темой. Подбор картинок, наклеивание на карту или самостоятельное рисование. Называние картинок, изображенных на карте. Далее у нас идет составление предложений по каждой ветке. И воспроизведение рассказа по карте. В составлении карт ума могут участвовать как педагог, так и педагог совместно с дошкольниками. К процессу изготовления и чтения карт можно привлечь также родителей. Предложения, которые составили воспитанники подготовительной группы. Хочу представить вашему вниманию. Когда выпадает снег, наступает зима. На зиму перелетные птицы улетают в теплые края. Медведи спят в своих берлогах. Мы одеваемся в зимнюю одежду и идем лепить снеговиков. Или снежинка раньше была водой, которая испарилась из речки. Пар собрался в тучу, из которой выпал снег. На крыше снег тает и превращается в сосульки. А по замерзшей воде на реке, по льду можно кататься на коньках. Еще хотела бы представить вашему вниманию беном фантазии. Я уже упоминала его в вебинаре. Беном фантазии с использованием кругов лулия. Это прием активного стритейлинга. Одним из эффективных методов развития творческого воображения и причинно-следственного стиля мышления является беном фантазии. Автором которого является известный итальянский писатель Джанни Радари. Приставка B обозначает два. Бинокль, биплан, бицепс и т.д. Соответственно, беном это состоящие из двух частей. Для использования бенома фантазии берутся два стола, лучше случайных, не как не ассоциирующихся друг с другом, соседство которых необычно и необъяснимо на первый взгляд. Только тогда воображение активизируется в стремлении установить между этими словами связь, создать единое целое. Использование кругов лулия для игр с беномом фантазии обеспечивает случайное сочетание не связанных между собой слов. Можно воспользоваться пособиями как из двух дисков, так и из трех. На начальном этапе освоения метода лучше, конечно, использовать только два круга. На одном из которых расположить одушевленные объекты или объекты природного мира, а на втором – неодушевленные или объекты рукотворного мира. Также желательно иметь под рукой табличку со схемами-моделями, возможных предлогов и подержанного окончания. Ребенок произвольным образом выбирает две картинки и рассматривает полученные при помощи предлогов варианты. Останавливается на наиболее понравившемся варианте и сочиняет историю или придумывает новый предмет. Если изначально используется вариант кругов луля из трех дисков, то на среднем диске выкладывается схема модели предлогов и подержанного окончания. Разница в использовании на начальном и продвинутом уровне. Сначала после выбора картинок слов на маленьком и большом дисках вращается только средний круг и поочередно рассматриваются все варианты. А при усложненном варианте игры сразу устанавливаются под стрелочкой все три обозначения. Сочетание двух несвязанных между собой слов осуществляется через изменение падежных окончаний и использование предлогов. Хотела бы представить вашему вниманию алгоритмы работы по этому методу. Первый шаг – это постановка цели. Создание нового или совершенствования имеющегося объекта. Получение идеи для написания фантастического рассказа. Второй шаг – это выбор двух слов, не связанных между собой по смыслу. В случае усовершенствования имеющегося объекта одно из слов будет обозначать этот объект. Третий шаг – это составление, запись возможных сочетаний этих слов с помощью предлогов и изменения падежных окончаний. И четвертый шаг – это рассматривание полученных сочетаний, их оценка и отбор наиболее полезных для реализации или наиболее интересных для написания рассказа. Например, хотел привести вам пример организации игры. Первый шаг – в преддверии Нового года предлагается придумать новые интересные новогодние украшения или оформление помещения. Второй шаг – двум детям предлагается выбрать «не советуюсь» две картинки из серии новогодней атрибутики и любую на выбор. Третий шаг – составление возможных сочетаний с использованием схем предлогов и падежных окончаний. Обоснование – как такое сочетание возможно. И четвертый шаг – это отбор вариантов и обсуждение возможности реализации идей. При необходимости – альтернативные средства и способы реализации. Расширение возможностей, конечно же, приветствуется. Использование описанных мною приемов открывает уникальную возможность для развития коммуникативной компетенции детей. Облегчает запоминание сюжета, эффективно в процессе рассуждения. Импровизированные рассказы, как я отмечала выше, вызывают наибольший интерес, обогащая фантазию и развивая логику. Сочиняя, дети проживают историей. У них появляется способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. Каждый ребенок рассказывает свои истории, опираясь на свой жизненный опыт, наделяя героев истории своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами. В стритейлинге четко прослеживаются дидактические принципы мини-макса. Например, ребенок, способный усвоить большее количество информации, может создавать истории, используя рифму. И, напротив, ребенок, который раньше с трудом мог выразить свои мысли, создавая истории в кругу товарищей, находясь в психологически комфортной для себя обстановке, для начала повторяет фразы, сказанные детьми в предыдущих играх, а затем уже начинает самостоятельно продолжать историю. Таким образом, используя данный интерактивный способ организации детской деятельности, мы сможем услышать каждого ребенка в группе и помочь ему развить грамотную... ... ... ... ... ... ... ...